Пневмомускул, как и пневмоцилиндр, позволяет преобразовать энергию сжатого воздуха в линейное перемещение. Но принцип работы пневмомускула другой. В пневмоцилиндре воздух воздействовал на поршень, в пневмомускуле поршня нет. Наиболее часто применяются пневмомускулы, состоящие из упругой резиновой или полимерной трубки, которую опоясывает сетка. Края трубки зажаты в заделках. Воздух через отверстие в заделке подается во внутреннюю полость трубки, заставляя ее расширяться в радиальном направлении и сжиматься в осевом направлении. Преодолевать усилие такой пневмомускул может только при сжатии, то есть он является приводом одностороннего действия. Пневмомускулы подобной конструкции обладают рядом преимуществ по сравнению с пневмоцилиндром. При равных размерах пневмомускул может развить большее усилие. При этом двигаться плавно даже на малых скоростях. Он способен демпфировать ударные нагрузки. К тому же пневмомускул легкий, а его корпус может сгибаться. Усилие, развиваемое пневмомускулом, пропорционально давлению в полости мускула. При давлении 300 кПа сила может достигать 4000 ньютонов для устройства с начальной длиной 10 см и весом всего 100 г. Отсутствие штока с уплотнениями позволяет использовать пневмомускулы в загрязненных пыльных помещениях. Точное управление пневмомускулом реализовать сложно из-за нелинейности характеристик. Существуют и другие конструкции пневмомускулов, но применяются они гораздо реже. Например, есть пневмомускулы, конструкция которых похожа на меха. При откачивании воздуха из внутренней полости пневмомускул будет сжиматься. Такой пневмомускул имеет высокий коэффициент сжатия и может становиться практически плоским. Для управления пневмомускулом используется пневматический распределитель. Рассмотрим работу пневматической системы с пневматическим мускулом. Для управления пневмомускулом достаточно подать сжатый воздух в его внутреннюю полость. Пневматический мускул сжимается и поднимает груз. Для осуществления обратного хода нужно соединить полость мускула с атмосферой. Груз за счет собственного веса опустится вниз. Подобная схема может использоваться в подъемном устройстве для автомобильных колес. Разумеется, в механизме может использоваться несколько пневматических мускулов. Каждый пневмомускул перемещает исполнительный механизм в нужном направлении. Использование двух пневмомускулов позволяет перемещать перегородку на конвейере. Пневмомускулы также широко применяются в роботизированных устройствах. Они могут приводить в движение механизированные руки манипуляторов. В связи с развитием робототехники пневмомускулы применяются все чаще. А где бы вы применили такие мускулы? Или, возможно, вы видели такое применение? Напишите об этом в комментариях.